Время войны и мира Резида Гарипова рассказывает о целой эпохе людей, в жизнь которых безжалостно вторглась война. Гостями театра подарили гвоздики и весьма любопытную постановку. Кстати, тенчуринцы знают некоторых гостей спектакля в лицо. Мы ездим каждый год по всем районам Татарстана, ставим спектакли и видим на зрительном зале эти лица. Лица старики, пожилые люди, в белых платках. Они всегда запоминаются нам. Ветераны войны, участвовавшие в боевых действиях, тех, кто дошел до Берлина, труженики тыла и дети войны быстро заполнили сегодня и зрительный зал Дома актера имени Марселя Залимжанова. Для них был показан музыкально-поэтический спектакль с участием лицедеев города. Они когда-то блистали на театральных подмостках и играли в разных постановках. Балерина оперного театра с 1955 по 1969 годы Клара Янбулатова «Ребенок войны». В день начала трагедии в июне 1941 года ей исполнилось 8 лет. Пришел у нас, был сосед такой, дядя Ваня. Он всегда немножко был подвыпивший. Ну, он уже очень пожилой был, старенький. Это был воскресный день, я хорошо помню. Было воскресенье, была хорошая погода. И вот идет дядя Ваня и, значит, говорит, больна началась. Ну, мы говорим, напился. Не поверили просто. Янбулатова помнит все этапы тяжелой жизни. Постоянное чувство голода и звук сирены, возвещающий об опасности. Говорили, что немцы рвались к Зеленодольску, там мост, вот бомбить этот мост. В эти дни в Казани работает и французский телеканал «Меца», который будет транслировать оперу Назиба Жиганова «Джалиль» на несколько сотен европейских стран. На очереди еще один творческий проект Качаловского театра о роли женщины в Великой Отечественной войне. И, конечно же, мы ждем спектакль Туфанова-Муддинова «Война глазами детей. Фрагменты». Это российско-немецкий театральный проект «Глазами подростков России и Германии». Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, Эфир 24.